МОСТ Каждый день многие жители по несколько раз проходят через этот мост, чтобы добраться до детского сада, школы или поликлиники. В ближайшее время этот путь станет в разы комфортнее. По словам заместителя главы ХИМОК Андрея Зайцева, на мосту провели соответствующую экспертизу. Экспертиза показала, что здесь требуется капитальный ремонт. Капитальный ремонт запланирован на 2024 год в этом году. Обратились жители к заместителю главы и с вопросами по поводу детской площадки. Например, по периметру отсутствует ограждение, на территории нет песочницы. Заменить это все? Нету, пусть меняют полностью. Уже в ближайшее время все недочеты устранят. Также жители рассказали и о ливневой системе, которая не справляется с обильными осадками. Обратили внимание и на тротуарные дорожки. Вот есть три вопроса, о которых мы сейчас с вами начнем, ладно? А потом уже к другим перейдем. Давайте так это сделаем. Вопросов накопилось немало, рассказывает председатель совета дома Татьяна Пронина. Такие обходы заместителей главы городского округа ХИМКИ – это отличная возможность рассказать о том, что волнует жителей. Нам пообещали, что займутся мостом, что займутся нашей лужей и, кроме этого, еще займутся детской площадкой. Это уже не первая встреча жителей микрорайона Левобережной и заместителя главы Андрея Зайцева. Также свои волнующие вопросы смогли задать и жители Старых ХИМК. С ними встретился заместитель главы Денис Юрков. Так, жители домов на улице 8 марта делятся предложениями по улучшению территории с Денисом Юрковым. По их словам, здесь необходимо благоустройство. Посмотрели контейнер-площадку возле дома 8 марта. Мы в этом году ее до сентября месяца полностью реконструируем. Сделаем бы у нее удобной, комфортной, в новом формате. А это уже Лунева. Здесь заместитель главы городского округа Анна Ватутина встретилась с жителями нескольких садово-некоммерческих товариществ. В ходе совместного обхода территории они обсудили имеющиеся вопросы. Также химчане озвучили свои предложения по улучшению общественных пространств. Мы, собственно, молодцы. Так или иначе, кажется, это ухожено. Все в порядке. Ну, с дорогами, конечно, сейчас пока у нас не очень хорошо. Ну, вот слева территория, видите, она разрушена. Но у нас есть газ, свет. Основное. Основное. А дороги, я думаю, что мы сделаем обязательно и еще благоустроим свое садово. Формат обхода в территории заместителями главы ХИМОК положительно оценивают все жители городского округа. Такие встречи дают возможность химчанам рассказать о наболевшем и узнать о сроках решения всех обращений. Анастасия Кравцовская, Александр Сергеев, Руслан Сафин, Софья Ткаченко. Новости ХИМКИ-ТВ. Новости ХИМКИ-ТВ.